В столице в Доме Дружбы Народов имени Кулаковского работает выставка, приуроченная к двум значимым датам в истории Якутии. Это 385-летие вхождения Якутии в состав российского государства и 90-летие образования Якутской ССР. Репортаж Евгения Тайтонова. Человек, не знающий прошлого, не имеет будущего. В столичном Доме Дружбы Народов представили выставку о жизнедеятельности первопроходцев, осваивавших Якутию. Одна из них – выставка потомков государевых ямщиков. Когда Якутия осваивалась, что нашему государю нужна была? Информация. Как там, да что. Поэтому был организован Иркутско-Якутский почтовый тракт. Были семьи, приезжали целыми семьями, селились в наших селах. И вот верстовые столбы были установлены. Здесь все на выставке представлено. Очень интересная история, большой пласт, конечно. Еще задолго до пересоединения Якутии к российскому государству, русские землепроходцы стихийно начали осваивать север нашей республики. Во время разгрома Великого Новгорода, сбежавшие местные жители дошли вплоть до Аляски. Часть из них осталась в устье реки Индигирка. Очень долго наши историки и Великий Новгород с сомнением относился к тому, что у нас в русском устье остались новгородцы периода еще 16 века. Они до сих пор еще хранят язык 16-15 века. Они не говорят, они бают. Они не говорят «будь здоров», они говорят «кабудь». Вот этих слов у них много еще осталось. И они периодически свои речи их повторяют. Четыре года назад в Великом Новгороде отмечалось 1150-летие зарождения государственности в России, где по приглашению губернатора русскоустинцы приняли участие в параде реконструированных кораблей. Они пришли туда и как бы вписались в этот антураж старинных кораблей. И то, что поразило сразу новгородцев, оказалось, что у наших русскоустинцев парус – это парус Садко из Новгорода. Вот это было признание русскоустинцев как потомков новгородцев. Как отмечают специалисты, сохранение общинами в первозданном виде уникальных экспонатов, утварей и костюмов сыграло огромную роль для изучения истории первых славян, поселившихся в Якутии. Евгений Тайтонов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.